В 24 года Виктор Зотов возглавляет целый информационный центр. Под его руководством выходит телепередача «Сок» и газета «Исоклинские вести». Молодой специалист признается, ответственность большая, ведь он стоит у руля старейшего издания в районе. Первый номер вышел еще в 1934 году. В газете трудилось не одно поколение журналистов. И теперь его очередь. Каждый день мы сталкиваемся с различной информацией, не повторяющейся. Порой, когда создается репортаж или какой-нибудь автобиографический материал, то сам, прочитывая его, переживаешь судьбу того человека, о ком пишешь. Это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, трудно. Работа в журналистской среде на тему интересна, что постоянно в работе, постоянно в дороге, постоянно с камерой, с аппаратом. Виктор контролирует все этапы работы. Начинает планирование очередного номера до отправки его в печать. Согласовывает содержание и формат текстов. Готовит к выпуску авторский материал. Подбирает фотографии. Сам статьи тоже пишет. Под руководством Виктора газета «Жила». В планах новые рубрики. Больше младежного контента, разработка интернет-направления. А это значит, издание станет еще интереснее и ближе к читателю. В новый коллектив Виктор влился сразу. Когда Виктор Николаевич пришел к нам на работу, первый мой вопрос, входить ли к вам по стуку или нет. Он сказал, нет, двери мои всегда открыты. Заходите в любое время, в любой час. Я вам всегда отвечу на ваши вопросы, помогу. Главное, что приходят руководить молодые кадры. Для села это хорошие приоритеты. Еще он участник ансамбля духовых инструментов. На трубе играет, пусть и непрофессионально, зато с душой. Сверхусидчивый мальчик. Если у него что-то не получалось, он мог часами сидеть и учить. Одно место в произведении добивается хорошего исполнения до совершенства. Виктор уверен, раскрыть все свои таланты можно и на Малой Родине. Поэтому принимает участие в акции «Где родился, там и пригодился». Малая Родина – это дом родной. Я вернулся сюда, у меня здесь родители. У меня здесь помимо любимой работы, любимого увлечения, есть еще много увлечений – охота, рыбалка. Я еще председатель молодежного парламента при собрании представителей. Решаются немаловажные задачи, взрослые задачи, которые уже потом играют роль в законотворческой деятельности района вообще. Поэтому я считаю, что не зря название акции носит именно вот такую вот формулировку, что «Где родился, там и пригодился». Если сейчас и мы уедем отсюда, то через 10 лет также будут люди уезжать. Акция «Где родился, там и пригодился» в этом году собрала более тысячи молодых специалистов. Свои голоса за них отдали более 200 тысяч человек. Рекордное количество. Сейчас межмуниципальный этап позади. На финишную прямую вышли 12 участников. Совсем скоро победитель будет определен. А телерадиокомпания «Губерния» продолжает рассказывать о номинантах. Все выпуски проекта «Где родился, там и пригодился» можно увидеть на сайте губерниятв.ру.